Всем привет! Вы на канале PUMS, с вами Пётр, и сегодня мы открываем Azul Mini. Если кто не знает, Azul это такая уже легендарная игра от Михаила Кислинга. Это легендарный абстракт, в которых уже 5 версий вышло. Это первая версия, сделанная в мини-формате. Вот так вот она выглядит. По размеру даже покажу, чтобы понимать, что это где-то 16 на 20, и высота коробочки 5 сантиметров. Здесь она в мягкой такой упаковке, в мягкой имею в виду, в отличие от большой коробки. И уже это все не в пленке, а просто по краям здесь скреплено скотчем. Игру у нас выпускает звезда, как и все предыдущие части. Оп, вот это уже я. Ничего себе. То есть так даже и не откроешь сразу. Все рвется. Печально. Здесь вот так вот, а здесь вот так не показал. То есть от 1 до 4 игроков 6 лет 30-45 минут. В комплекте 100 пластиковых плиток, 4 планшета игроков, 5 пластиковых накладок. Это отличие от базовой игры, специально чтобы можно было с собой брать. Я взял, потому что это как такой версия с собой брать куда-нибудь, что это удобнее таскать. Один жетон первого игрока, один мешок и одни правила игры. Здесь все выдвигается. Смотрим. Это выдвигается непросто. Так, вот такая пластиковая вещь. Не знаю, насколько она будет необходима. Встречает нас мешок с собой таскать. Прикольный материал. Хороший, плотный. Даже с застежкой есть внутри, просто белая. Так, дальше внизу у нас разные плиточки. Это первого игрока. Плитки сейчас берем. Черные. С выемкой. Круглые сзади. Приятные на ощупь. По краям тоже все. Вот так, чуть-чуть потертые. Не знаю, как в оригинальной мозоли это выглядит. Но посмотрим. Посмотрим желтые. Такие плиточки. Это я даже не знаю. Какой это цвет, подскажите мне. Если вот это голубой, то может голубой этот синий. Хотя тут на синий тоже не похож. Но здесь, мне кажется, да, не попали в размер плитки. Чуть-чуть. Вот здесь, по крайней мере. Красный. На красных ничего нету. Интересно. Вообще ничего не должно быть на красных. Сейчас, наверное. И синий тоже без рисунка. Даже интересно. Должно ли так быть. И первого игрока. Плитка. Уже в пластиковом обрамлении. А, вон оно как сделано. Я думал, что оно будет вставляться. Смотрите, как хитро сделано. То есть оно вот так вот вставляется. Сейчас сюда закрепляется пластиковый планшет. И здесь не на дырочке, как обычно выемки, обычно делаются под плитки. Тут выемка, в которую они укладываются. Именно держится за счет вот этой дырочки внизу. Интересный способ. Сейчас оно вот таким способом укладывается. Таких и вот здесь, наверху, счетчик, который можно двигать с очками, как я понимаю, которые можно собрать. Интересно, правила лежат в самом низу. Ну, здесь они, планшеты все одинаковые. Это поля, на которые вообще сделано из тонкого-тонкой. Такая история. Но это можно было и потольше сделать. Куда плитки случайным образом выкладываются. И здесь у нас правила. Да, я думал, что они все реально цветные. Вот ни разу не играл в азов, поэтому и не знаю. Так. 8, 9. Еще 9 страниц правил. 10, 11. Ну, 10 варианты, какие игры могут быть. И 11-й, кто работал в здании. Ну, некоторые плитки потертые. Как минимум, однотонные. Это немножко минус. Не знаю, в оригинальной, наверное, точно так же. Если что, напишите, у кого есть оригинальная игра. Первая. Первая зуб. Это все. Сюда это все хорошо поместится. И отсюда же можно случайным образом эти плитки, как я понимаю, вытаскивать. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok